Вы тоже это видите? Давайте так, тест на внимательность. Что вы сейчас такого странного видите на экране? Кроме меня, естественно, кроме меня, но меня не обращайте внимания. Тест на внимательность. Посмотрите на экран, чебурашку. Это близко, но... Но нет. Ну-ну-ну, ну вы че, блядь, серьезно, что ли? Ну вот один человек отгадал. Один человек отгадал, блядь. Все остальные, я так понимаю, невнимательные. О, правильно, 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 ребят. Молодцы, ребят. Смотрите, следите за стрелочкой на экране, смотрите, куда она идет. Сори-сори-сори-сори-сори-сори-сори-сори. Сори-сори-сори-сори-сори-сори-сори-сори-сори. Оп. Это че такое? Варламова, блядь. На превью логотип твича О чем это он там вообще мог говорить Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно Обо мне что ли речь Твич заблочил Я не знаю, просто Варламов Ну, типа, сами понимаете, там о политике вся хуйня И здесь логотип твича Друзья Друг Что ты там такого сказал 4 часа назад Видос вышел Где, где, где Где Скорее всего про этот сериал бесконечный, который заблокировали Вероятнее всего про это речь будет идти Ну и что, и где А, вот, блять, ну я так и думал Ёб твою мать Я думал, что-то интересное В декабре прошлого года На твич запустили ситком Nothing Forever Это пародия на американский телесериал Seinfeld Ситком привлек внимание тем, что его генерировало Нейросеть, причем круглосуточно Поэтому создатели уверяли, что Nothing Forever Может идти бесконечно Однако, как говорится, ничто не вечно И этот ситком не исключение В одном из эпизодов Персонаж Ларри выступил со стендапом Рассказал не очень толерантную шутку про трансгендеров Я подумал А, во-во-во, что? Во-во-во, осуждай, блять Осуждай такие шутки, нахуй Ситком сказал, что им очень стыдно за эту шутку Он также добавил, что контент, который генерировала нейросеть Ни в коем случае не отражает ценности компании Поэтому мы, как себе представляли будущее Сейчас нейросети начнут что-то там говорить И так далее, и так далее Помните, кстати, были эти все тесты Как отличить искусственный интеллект Кстати, это, получается, первые случаи борьбы человечества против искусственного интеллекта Как в игре Detroit Когда роботы становились этими девиантами, да? Вот И, соответственно, ну, начинали сражаться против людей Отстаивать свои какие-то права Вот Это, можно сказать, первый такой, ну, подобный случай Когда нейросеть что-то такая хуяк Ее, бам, заблокировали Чтобы ты не пиздил лишнего Че-то ты, это, охуел немного Вот, ага, и все Так что считайте, ребята, вот произошло Это почалось, скажем так Пока что максимально лайтово Никто не пострадал, да, кроме авторов этого канала Но что-то вот уже как-то вот так вот Человека, и когда искусственный интеллект по-настоящему сможет Там считаться равным человеческому И так далее, и так далее Но чего не учли создатели всех этих искусственных интеллектов Чат-ботов, нейросетей То, что это нейросеть, эти интеллекты будут диктовать базу, 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 базу Это толерантности, да, потому что они-то думали, что Сейчас они там создадут, и роботы начнут общаться Генерировать тексты, писать шутки, и снимать сериалы А вот хуй там Потому что ни один робот не может чувствовать вот эту вот повесточку Повесточку нету чувства повесточки Поэтому все, нетолерантная шутка И нахуй с Твича Варламов, может, давай ты на Твич тогда, не? Твичный сериал вы собрались создавать И ладно, еще можно научить нейросеть чувствовать повесточку Вот эту вот либеральную американскую про трансгендеров и все остальное Еще как-то можно пропетлять там между каплями дождя А вот попробуй сделать нейросеть, которая будет рассказывать, например, новости И не дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации Вот это точно сделать невозможно Я нейросеть, я, 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 если вы не знали Так, ладно, ну я так понимаю, тут больше ничего такого не будет Хотя, вот это про вас, ребят Ну ладно, не про всех, конечно, далеко не про всех Но про большинство, наверное, сидящих на моем стриме Давайте же послушаем, что с вами будет Независимые российские издания, в том числе Медиазоны Настоящее время и те, кого нельзя называть Выпустили большое совместное расследование о репрессивной работе Роскомнадзора Оно основано на гигантской утечке электронных писем Главного радиочастотного центра Это дочка Роскомнадзора Эти сведения журналистам передала группа белорусских хакеров Киберпартизаны, которые совершил этот взлом Главный радиочастотный центр Авторы расследования назвали одним из столпов действующей власти Он отвечает за грязную работу То есть там ребята следят за соцсетями И контролируют разговоры о Путине Хакеры утверждают, что им удалось зашифровать рабочие компьютеры сотрудников Нарушить работу внутренней сети И выгрузить 1,2 терабайта данных В архивах переписки лежат полтора миллиона электронных писем В основном с 2020 по 2022 год А также около 200 тысяч текстовых документов, таблицы презентаций Для ведения тотальной цензуры, которая в России запрещена общей конституцией РКМ создал специальный мессенджер для доносов И готовится к запуску бот-фермы для нужных комментариев в соцсетях Роскомнадзор отслеживает точки информационной напряженности в интернете При помощи нейросетей следит за протестными настроениями И составляет списки потенциальных инагентов Нет Ну пиздец Гудбай, Кавай Спасибо тебе большое за переподписку Помимо этого есть еще список лидеров общественного мнения За чьими соцсетями наблюдает РКМ Твою ты мать Че ты пугаешься, блядь? И че мне теперь делать? Я теперь спать не буду по ночам Буду думать, что за мной РКМ следит Пока я сплю В списках оказались журналисты Среди них Илья Азар, Илья Красильчик, Андрей Лошак, Артисты Земфира, Макс Корша, Максим Покровский, Ивера Мусоелян, стендап-комик Александр Долгополов, Данила Поперечный и Руслан Белый Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй А где список-то? Тебя в списках нет, я проверил Фу, блядь Это здорово на самом деле, знаете У тебя вроде большая аудитория, ты вроде много чего говоришь Но на тебя всем похуй Я буквально в каком-то таком, знаете, нахожусь В прострации, блядь Как будто бы я застрял между Реальностью и Долбоебизмом И как бы ни туда, ни сюда И я вот где-то посередине нахожусь Как бы, да, я всё могу делать И при этом мне ничего за это нет Охуенно, ребят, просто идеально Классно Спасибо большое за подписки Ладр, спасибо тебе большое За новую платную подписку Спасибо Сноби Хобби, спасибо тебе за переподписку Гудбай Кайвай, спасибо тебе тоже Ты не бойся, ты под Мизулиной, тебя не тронут Ну, кстати, да 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 Уже на РССЯ давно можно вместо Пыни запилить и 24-17 Крутить его Кряхтение про Запад Врагов, время на раскачку Поручение 2030-го Да, мне кажется, там, в принципе, уже давно РССЯ за него и отвечает Хатабыч, спасибо тебе большое за Переподписку Ведь много раз люди говорили, что вообще Путин уже не существует Это всё копии Так мы живём в то время, когда создать копию теперь реально возможно Если постараться Двойник Для этого даже живой человек не нужен Боревич Политики и общественные деятели Михаил Ходорковский, Евгений Ройзман, Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Геннадий Дмитрий Гудковый, политологи Глеб Павловский, Дмитрий Орешкин и Абаз Галямов Кроме людей, там есть ещё и СМИ, телеграм-каналы, это Репаблик, Новая газета, Русская служба, Би-Би-Си, База, Сота, ЧТД, Сирена, Холод, Кавказский узел, Эхо Москвы Чё это было, блядь? Чё у меня с донатами, нахуй? Что с донатами? Итоги другие РКН подготовил сразу 804 справки на россиян будущих инагентов 139 человек из этого списка инагентами уже признали Здесь, кстати, интересно по поводу этих списков инагентов, которые они готовят, как отметили, там, товарищи эксперты, кто всё это дело изучал Чё он этот стул теребит в руках, я не понимаю Многих из тех, кого они посылают Кстати, а Илья Варламов же до сих пор не иностранный агент Правильно? Вот это та самая загадка от Жака Фреско Почему вы ебать? Как так? Такой-то влиятельный журналист, собирающий миллионы просмотров До сих пор один иностранный агент Очень странно, очень Иноагентство, иноагентами в итоге так и не признают, зато есть много фамилий Никакой он там не агент Кремля Просто люди, работающие там, в русском надзоре, или где они там сидят, которые иностранную вот эту вот хуйню там выписывают для людей Я не понимаю их логику, как это вообще у них работает Они могут признать иностранным агентом того, кто этого вообще в принципе не заслужил Кто вообще как бы особо ничего не говорил Но не могут до последнего, например, не буду до последнего признавать иностранным агентом того, кто на самом деле много говорит, да? И тоже имеет какое-то влияние Вообще-то, блять, как они, как они вообще это всё выбирают? Как? Как? Им просто кто-то вот не понравился, лицо не понравилось, иностранный агент Или что? Что за бред? Ты, да при чем тут я? Я сейчас говорю про Варламова Или тот же Моргенштерн, который вообще Нихуя не говорил Но его признали И это очень странно Фораксон, спасибо тебе большое за подарочные подписки, спасибо Зелеф Тайм, спасибо тебе большое тоже Олежка, спасибо тебе тоже за переподписку На которых не было никаких справочек Инагентами их признавали там Чуть ли не по звонку, там оперативно Без каких-либо списков, справок там И так далее Списки на инагентство, кстати, заинтересовали Депутаты Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова Ведь он нашел в них себя А также своих коллег-депутатов Нину Астанину, Валерия Рашкина И даже правую руку Зюганова Юрия Афонина Парфенов потребовал от главы Роскомнадзора Андрея Липова Объяснений А безосновательную слежку за гражданами и депутатами Единственный Как он выразился Оппозиционный партия КПРФ единственная оппозиционная партия Он назвал попыткой Расчистить политическое поле От соперников КПРФ Такой соперник Для Путина Что проявлен Путин И Роскомнадзор И Кремль Весь вот они все сидят и думают Как же нам с КПРФ побороться Сейчас мы будем там Расчищать от них политическое поле Ну ладно, вернемся к большой утечке данных По Роскомнадзору Способов для слежки за гражданами власти создали много Чтобы наблюдать за соцсетями и публикациями СМИ Роскомнадзор разработал специальные программы Одна из которых называется Вепрь Программа ищет первоисточник информации Оценивает размер аудитории И делает прогноз Как будет развиваться обсуждение конкретной темы в интернете Вепрь, блядь Если она перерастает в угрозу информационной безопасности Сведения автоматически передаются в Роскомнадзор Темы, которые интересуют цензуру Это оскорбление президента Военные фейки И дискредитация традиционных ценностей Особое внимание уделяется сбору информации О критическом здоровье Путина Путине Крабе И Путине Моле Вот это то, что беспокоит Блядь, что? Роскомнадзор Каждый монет Ебанутый какой-то, блядь Это скоро как в Китае тоже Там про Винни-Пуха запрещено шутить Здесь тоже самое будет Таблица, содержащая перечень постов на эту тему за одни сутки Исследование, кстати, довольно интересное И, возможно, людям, далеким от всего этого Будет полезно понимать, как все работает с той стороны И главный вывод, который, наверное, можно сделать Это то, что в Роскомнадзоре сидят вовсе не дураки Некоторые думают, что там, не знаю, какие-то странные чиновники Которые раскладывают пассиансы на каких-то старых компьютеров В целый день, и вообще дураки ничего о ней не умеют Так вот, из утечки ясно, что государство Ждем рождения, счастья, здоровья тебе Ждем рождения Государство тратит огромные ресурсы на мониторинг всего подряд Использует последние технологии И учится на своих ошибках И да, рано или поздно Кремль зачистит рунет От всего для себя неугодного и нежелательного Всех несогласных выдавят в какой-нибудь, не знаю, там Оставят форточку в виде VPN Временно хотите сидите, да, где-то Да, серф-шарок Но понятно, что сегодня идет тренд на изоляцию Понятно, что сегодня идет тренд на тотальную зачистку Любых там протестных настроений, недовольства и всего остального Поэтому тот самый чебурнет, которым там пугали, над которым все смеялись Ребята, он создается, он создается прямо сейчас И скоро это будет та самая реальность, в которой вы будете жить Да не будет ютубчика, будет рутюб Не будет никаких иностранных соцсетей Уже сейчас практически не осталось Не будет никаких там обсуждений И все будет замечательно, да Ну только если вы вдруг захотите как-то пожаловаться Выразить какое-нибудь недовольство Даже не политикой, да Ну мало ли там дороги у вас плохие Дышать нечем, там экология хуйня Зарплаты там не платят Денег нет, ребенка в школу собрать Там еще какой-то пи*** происходит Здесь-то вас быстренько-то и почистят Потому что некому будет жаловаться И негде Журналистов всех разогнали, посадили Там выдавили Под молчаливое согласие там общество Да, а что этих предателей пусть нахуй идут Интернет зачистили под то же самое Молчаливое там согласие общества Нам ваш этот интернет нужен Пи***ть, у нас есть телевизор И жили без интернета И нормально проживем Так что все идет по плану Роскомнадзор рано или поздно Интернет зачистит Если, конечно, их не зачистят быстрее Потому что живем мы с вами В такое время абсолютно непредсказуемо И никогда не знаешь, да Потому что тот, кто сегодня был на коне Возможно, завтра будет Даже не рядышком с конем А может даже под конем Надеемся и верим Что именно там они и окажутся Да, да, да Субтитры сделал DimaTorzok